здравствуйте вот у меня деточка вместе с материнским листиком сорт ds изабель и сейчас я буду отделять эту деточку от материнского листика значит прошло где-то примерно три три с половиной месяца с момента как я укоренила листик значит этот листик дал всего-навсего одну деточку одну деточку всего-навсего дал по сорту также и заявлено листочки с такой с легкой волнистостью очень красивый сорт и сейчас я буду отделять эту детку от материнского листика когда мы отделяем деток от материнских листиков до когда более-менее видно вот сформировавшуюся розеточку когда видно через стеночки наших стаканчиков корневую систему видно да и вот в таком вот случае мы будем отделять по большому счету можно было бы еще немного подождать пока она подрастет но дело в том что розеточка начинает расти и совсем попадает под материнский лист ей не хватает света и поэтому я решила ее отделить сейчас значит как же я буду отделять значит мы достаем наше растение со стаканчиком достаем растение со стаканчиком и видно уже до корневая вот какая хорошая не знаю камера передает не передает и вот таким вот легким движением берем за краешек листика и легким движением его отделяем то есть отводим в сторону и стараемся сделать так чтобы детки досталось больше корешков вот таким вот образом мы отделили так вот какая корневая у листика осталось и какая вот деточка получилась крошечная и теперь мы посадим эту деточку в стаканчик с грунтом грунт я уже подготовила в один стаканчик тот который стоит а это для деточки значит грунт грунт я беру для фиалок добавляю туда перлит где-то с расчетом одну третью то есть три части грунта одну часть перлита перлит это минерал вулканического происхождения который при намокании да он впитывает в себя влагу а при по мере того как грунт просыхает он отдает влагу в грунт поэтому всегда рекомендуется добавлять перлит его добавлять необходимо когда фиалочки наши растут на фитильном поливе это очень обязательно для того чтобы грунт был влагоемким вода не водопроницаемым и вот посадили нашу детку пустоты заложили грунтом заложили грунтом пустоты вот таким вот образом утрамбовывать ничего не нужно фиалочки не любят сильно забитый грунт они любят легкий воздушный грунт вот такая у нас крошечка получилось и теперь этот листик что с этим листиком делать да какая корневая хорошая он даст нам еще не одно поколение деток поэтому мы его тоже посадим как мы это делаем да делаем углубление в стаканчики углубление делаем и нашу корневую всю отправляем стаканчик отправляем стаканчик и присыпаем грунтом присыпаем грунтом и отправляем также в тепличку все все фиалочки у меня деточки листочки все стоят в тепличке если листочек немного вот так вот будет падать ничего страшного он грунт просядет укоренится листочек значит усядется у вляжется и приживется вот друзья значит из одного листочка у меня получилось одна деточка ну видать сорт не очень плодовитый вот выросла только одна деточка и этот листик тоже нам даст еще будем так надеяться ни одно поколение деток ну а если уже листик будет терять свой цвет если будет погибать тогда конечно же он пойдет в утиль вот друзья на этом думаю буду заканчивать видео если у кого-то есть вопросы может быть что-то упустила что-то не сказала задавайте комментарии задавайте вопросы пишите комментарии до новых встреч